Так, дорогие коллеги, первое заседание нашего такого ридинг-клуба, читательского клуба. Посвящено оно по общему выбору книги Мишеля Фуко «Слова и вещи», наверное, одному из самых ярких интеллектуальных бестселлеров 20 века. И если не брать первую главу, представляющую собой проблемный экфросис Менин Веласкеса, то нужно начать со второй главы проза «Мира», в которой как раз Фуко исследует, как организация знания связана с организацией самой эпохи. То есть, как им образом знание оказывается не некоторым мета-языком, позволяющим описать культурные и идеологические процессы прошлого, но почему знание само оказывается некоторой характеристикой эпохи, некоторой производной от нее. И пока мы не выяснили качество этого знания, мы не можем занять критическую позицию. Мы должны выяснить, как устроено само то знание, которым мы пользуемся, чтобы понять, в какой мере мы зависимы от своего времени и от своей эпохи. Сам по себе этот вопрос о качестве знания был неожидан в контексте исследований по истории науки того времени, хотя во времени Фуко уже существовало представление об изменчивости научных программ и о различии между, например, наукой старой и наукой нового времени. Сюда можно вспомнить послевоенную критику научного знания, скажем, Карла Поппера, австрийско-британского мыслителя. Можно вспомнить науковедение еще французское Александра Кожева, русского эмигранта Кожевникова, который впервые сказал о том, что наука старая и наука нового времени устроены по-разному, но и то, и другая наука. То есть нельзя сказать, что одно там суеверие, а другое наука. Или одно такое несовершенное научное знание, а другое совершенное. что на самом деле существуют качественные различия в научном знании эпохи, но и то, и другое знание, оно вполне обладает объяснительным потенциалом. Поэтому, если мы хотим утвердить превосходство нашего знания над знанием предшествующих эпох, необходимо осознать, в какой мере наше знание принадлежит нашей эпохе, а в какой оно может выступать в качестве описания этого знания. То есть каковы наши условия, при которых мы займем метапозицию. Бесспорно, цель Фуко в том числе и занять такую метапозицию. То есть обосновать свою позицию как такую, с которой все знания, все программы знания предыдущих эпох могут быть охарактеризованы и осознаны в их действительности и возможности. И в книге «Слова и вещи» он постепенно, отчасти так кругами, движется к этой цели. Как можно обосновать, что знание, которое вроде бы логично себя обосновывает и служит вполне достаточным объяснением для происходящего, само становится историчным, само принадлежит некоторой истории. Со всем, что мы связываем с историей. Там борьба за власть, борьба за овладение природой, выстраивание общества на каких-то основаниях. Что все это следует, опять же, не только из какой-либо структуры интересов, но и из структуры знания. То есть можно понять задачу Фуко как метакритику знания, и одновременно как понимание структурных особенностей знания. То есть что знание является не просто отражением некой действительности, а что оно конструирует эту действительность и наше отношение к ней. Скажем, то, как мы понимаем человека или мир, зависит от того, как мы конструируем само знание, которое может сообщать о человеке или о мире. При этом вполне все знания, которые были до этого, в какой-то мере интерпретировали мир. Можно вспомнить одно, наверное, самое известное высказывание Карла Маркса, что до сих пор философия только интерпретировала мир, а задача состоит в том, чтобы его менять. То есть Маркс понимал задачу философии как политическую, как способность философии влиять на социальные практики, и, следовательно, предложить ту философию, которая будет наиболее эффективной в своем практическом применении. Но Фуко понимает это несколько по-другому, потому что для него марксизм, конечно, тоже интерпретирует мир по определенным правилам. И найти философию, которая бы просто однозначно меняла мир до того, как осуществить свою критическую функцию, для него не было. Хотя, конечно, его мысль была общественно значимой, и в этом смысле, конечно, стремилась к изменению мира. Но не на основании формулирования философской программы, а на основании, наоборот, установления границ философской программы. Начнем буквально читать по-фразово. Я вам буду время от времени задавать какие-то вопросы, как вы понимаете эту фразу, и вместе разбираться, что именно здесь сказано. Глава вторая проза мира, параграф четыре типа подобия. Вплоть до конца 16-го столетия категория сходства играла конструктивную роль в знании в рамках западной культуры. Сразу нужно объяснить, что западная культура включает в себя и античность, причем не только римскую, но и греческую. То есть Перикл, Сократ однозначно также относятся к западной культуре, как и Цицерон, Карл Великий, Фома Квинский или Декарт. Здесь, но при этом, конечно, Фуко больше рассуждает о западноевропейской культуре, не ставя большого вопроса о, допустим, границе между Западом и Востоком. Здесь, конечно, Фуко следует той интеллектуальной проблематике, которая была в свое время сформулирована в дискуссиях начала века. Ну, например, в сенсационной и провокативной книге Освальда Шпенглера «Закат западного мира», которую на русский переводят обычно как «Закат Европы». Это такое большое эссе, в котором немецкий антиковед и публицист попытался доказать, что западный мир, то есть западная Европа и Америка также придут очень скоро в упадок, заменив культурное производство на исключительно цивилизационные успехи. Хотя программа Шпенглера была программой культурного консерватизма, тем не менее, само понятие о Западе, оно вошло в такое самообоснование Европы, отождествления Запада и Европы. Например, Шпенглера «Книга 1818 год», а 1948 год – это книга Эрнста Роберта Курциуса «Европейская литература и латинское средневековье», где под Европой имеется в виду западный мир и как раз указывается на то, каковы были границы, скажем, арабского влияния, например, на старофранцузскую поэзию или на испанскую культуру. То есть, как Мавритания, например, влияла на литературное развитие. И тем самым Запад переопределялся не как географическое или политическое, но как специфически культурное явление. Сложнее объяснить, что такое конструктивная роль. В оригинале стоит слово «батисёх», то, что можно переводить как «строитель», то есть строительную роль. И конструктивная роль противопоставляется явно сентиментальной, потому что к сходству можно относиться и сентиментально, а не конструктивно. Что, например, там «близнецы похожи», мы этим умиляемся. Или говорим «какой милый котик, который похож на всех котиков». Но здесь имеется в виду, что категория сходства это здесь конструктивна, то есть, что цивилизация конструировала себя на основании того, что какие-то явления понимались как похожие, и тем самым считались их сходства ключом к пониманию, к развитию культуры. Ну, приведу, допустим, довольно простые примеры. Например, скажем, понятие об аллегории. Для нас аллегория – это сходство чего-то похожего. Например, лев, обозначая аллегория силы, иносказание силы, значит, они как-то похожи. Но ведь на практике оказывается, что лев не похож на силу. Напротив, лев – это, например, живое существо, а сила – отвлеченное понятие. Как может быть отвлеченное понятие похоже на живое существо? На это отвечает сам термин аллегория, то есть иносказание. Одно говорится другим. Иносказательное. То есть лев не похож на силу, но именно поэтому между ними можно найти какое-то сходство. Поэтому для нас категория сходства – это категория узнавания, сентиментальная. О, лев, он сильный! Тогда как для классического мышления, аллегория, то есть сила в качестве льва, это способ пересобрать мир. Доказать, что в мире отвлеченные понятия могут действовать наравне с понятиями о конкретных вещах. Что можно говорить о силе, так же, как о живых существах. Поэтому мы сходство понимаем сентиментально, как узнавание, как какое-то радующее нас такое, восторг. О, надо же, лев сильный, лев на гербе, сила и так далее. Тогда как тогда в классической культуре речь шла о постижении мира. Или, допустим, слово-синоним. Для нас оно относится исключительно к миру слов. Мы говорим, что, допустим, бегемот и гиппопотам – это синонимы. Два разных слова, обозначающие один и тот же предмет. Но для античного сознания синонимами были прежде всего два предмета. Античный человек сказал бы, что вот в Египте они там гиппопотамы, а в какой-нибудь другой стране бегемоты. И это два, значит, два как бы разных вещи, там гиппопотамы разных стран, вдруг которые могут оказаться соименными, носить одно и то же имя. Имя животного, которое по-гречески называется гиппопотам, а по-еврейски – бегемот. Вдруг оказывается, что греческое и еврейское слово – гиппотамы бегемот, они оказываются частью одного имени, просто существующего в разных переводах, и тем самым объединяют синонимы, то есть разные вещи. Значит, поэтому очень часто там, где мы говорим о словах, а вещи для нас квалифицированы только в рамках науки, что нам в школе объяснили, что гиппотамы бегемоты – это одно и то же, и показали картинку с бегемотом. Для нас это тогда как тогда нужно было конструировать, собирать мир. Поэтому, например, какие-нибудь басенные сведения о бегемоте или сведения о повадках бегемота могли оказываться в одном ряду с научным описанием бегемота. Поэтому, когда Фуко говорит «категория сходства», он имеет в виду именно сходство в качестве части мышления, а не части наших переживаний. В оригинале нет слова «категория», там говорится просто «la ressemblance», то есть «похожесть». И это не случайно, потому что в русском языке там есть артикль, а в русском языке артикля нет, пришлось вводить слово «категория». Если бы было сказано «сходство» имело конструктивную роль, было бы непонятно, о чем идет речь. Именно она в значительной степени определяла толкование и интерпретацию текста. «Организовывала игру символов, делая возможным познание вещей видимых и невидимых, управляла искусством их представления». Значит, здесь перевод довольно точный. Значит, только, значит, «делая возможным познание вещей видимых и невидимых, «пами лаконосанс», то есть допускала познание, значит, вводимое искусством репрезентации». Здесь замечательно, что в переводе утрачено слово, собственно, словом толкования, переводится французское «экзегез», которое сейчас вполне употребляет как богословский термин и в русском языке, то есть экзегеза. И интерпретации. Здесь нужно пообъяснить, чем толкование отличается от интерпретации. И потому, что нам сначала может казаться, что это синонимы, что это одно и то же слово. Тем не менее, например, герминевтика и экзегетика, они в богословии отличались. Кто помнит хорошо средневековое искусство, тот помнит, наверное, об экзегезе, например, об разных уровнях экзегезы. Как бы вы, например, определили, чем отличается толкование экзегеза от интерпретации? Но это один из вариантов, что толкование экзегеза, оно целесообразное. Что экзегеза, она всегда преследует какую-то цель. То есть, что если мы толкуем образ льва в Библии, то мы должны объяснить, для чего мы понимаем льва в Библии. Не только объяснить его смысл, но и объяснить, зачем это надо нам. Вот это, в общем-то, правильный вопрос. В отличие от интерпретации, которая существует как бы независимо от нас. Напомню, что в средние века существовала экзегеза как искусство. Причем главным задачей экзегеза было выведение из толкуемой вещи выводов разного уровня. Например, моральных выводов, богословских выводов. Различалось обычно четыре вида уровня. Это буквальный или исторический. Это моральный. Это догматический. Значит, и это, по сути дела, мистический. Вот, и, то есть, буквальный и переносный нам примерно понятны. А вот что можно вывести мораль или можно вывести некое там анагогию, то есть, некоторое мистическое руководство, это уже для нас менее очевидно. Значит, видимых и невидимых, заметьте, что это цитаты из символа веры, где, прославляя принятого на Никейском и потом на Константинопольском соборе, веруя во единого Бога Отца Вседержителя, Творца Неба и Земли, видимым же всем и невидимым. То есть, и смысл в чем? Что, поскольку Бог признавался Творцом и тех, и других вещей, то есть, и видимых материальных вещей, и невидимых, например, ангелов, промысла и так далее, то есть, некого постоянного отношения к вещам, Творец и отношений тоже, знаков, но знамений, чудес и так далее, поскольку чудо невозможно объяснить, то и то, и другое, оно читалось, как бы, оно читалось частью знания. Вот, допустим, Августин словом «знак» называл и сами вещи. Для него и материальная вещь – знак, и ангел – знак, и так далее. И здесь получается, что управляло искусством представления, то есть, как, например, изобразить ангела, представить его в виде человека с крыльями, потому что ангел в воздухе, воздух соотносится с крыльями, ангел разумен, разум соотносится с человеком. То есть, для Средневековья ангел был таким же законным предметом познания и рассуждения, как и материальная вещь. Также можно было говорить о свойствах ангелов, как, например, говорить о свойствах камней, или трав, или построек. Именно это имеется в виду, что сходства они конструируют в систему, в которой ангелы являются столь же законным предметом познания, как и люди, или вещи. Или и то, и другое можно назвать словом «рэс» – вещь, можно назвать словом «сигнум». Ангелы также назывались, например, животными, то есть познавать собаку и познавать ангела – это равнозаконные вещи. И можно говорить, какие сходства есть там у собаки, какие сходства с ангелом, а каких сходств нет. Это можно сравнить с тем, что такое определение сходств и различий потом уже, допустим, в культуре, значит, нового времени сохранилась как игра. Не случайно здесь игра символа. Например, существовала, допустим, в аристократическом обществе первой половины XIX века игра под названием «секретарь». Это нужно было взять как можно более далекие предметы и найти несколько сходств и несколько отличий. Ну, например, такая игра есть, кстати, например, у Льюиса Кэрролла в «Алисе», чем ворон похож на письменный стол. Подразумевается с точки зрения обыденного сознания, что ничем. Но на самом деле разве что можно с натяжкой, что у ворона есть ноги, у стола есть ножки. Но это будет некоторая натяжка. И получалось, что сходство между вороном и письменным столом можно установить через ряд опосредований, только медиацией. Например, ворон черный, а на столе мы пишем, за столом мы пишем чернилами. Ворон, допустим, значит, или, допустим, по словам, что и ворон и письменный стол мужского рода в русском языке. Или что-то еще. Конечно, разгадка здесь еще, это, конечно, знаменитое стихотворение Эдгара По «Ворон», где как раз все-таки, где как раз ворон является автором, который прямо это записывает, то есть сидит за письменным столом. То есть ворон похож на письменный стол стихотворением Эдгара По. Я бы так ответил на этот вопрос. И, ну, в этой игре было, в эту игру можно было играть. Вот, допустим, у Жуковского есть стихотворение про розу и быка. Значит, про то, чем они похожи, чем не похожи. Значит, у розы есть шипы, рога есть у быка. Вот сходство, разница. Легко любви рука могла бы связать венок из роз для милого предмета. А из быков, увы, нельзя связать букета. То есть, заметьте, но заметьте, что сходство получается, это сходство рогов и шипов. А не указывается при этом, например, другие, более общие сходства через соотнесение к более общим категориям, то есть, что и розы, и бык, например, принадлежат природе, а не искусственным объектам. Это не так, оказывается, важно для аргументации, чем как такое вот остроумие. И вот для сознания до конца 16-го столетия эти игры были серьезными. Как раз, допустим, шипы, розы и рога быка могли бы сопоставляться как, например, средства защиты в природе. Что, например, последователь Аристотеля сказал бы, что все в природе стремится защищаться, следовательно, розе нужны шипы, также как быку нужны рога. И в результате установления сходств между шипами и рогами было не предметом остроумной эпиграммы, как это у Жуковского, а предметом познания, окружающего мира. Например, познание такого свойства природы, как самозащита. Мы в нашей современной науке декларируем это свойство как просто некоторую данность. Мы говорим о том, что в природе, допустим, есть там у животных инстинкт самосохранения, или что в ходе эволюции растения выработали шипы в качестве того-то и того-то. То есть нас интересуют не сходства, а работы автономных механизмов. Тогда как Фуко говорит о сходствах. Следующая фраза. Мир замыкался на себе саму, земля повторяла небо, лица отражались в звездах, а трава скрывала в своих стеблях полезные для человека тайны. Здесь нужно, значит, смотрим в оригинал. Значит, буквально мир закручивался на самом себе. Земля повторяла небо, значит, лица, значит, действительно отражались в звездах, или, так сказать, и, значит, трава, значит, хоронила, так сказать, секреты, которые служат человеку в своих стеблях. enveloppan, то есть тот же корень, что envelop, конверт, то есть как бы хранила, как в конверте, хранила, как в записку. Нужно заметить, что хотя Фуко часто ругают, как стилиста, что он пишет, лекционный такой, несколько спешной манерой, у него речь вполне образная, и даже очень, что действительно envelop, это не только сверток, свиток, но и записка, то есть постоянно, ему важно показать, что для сознания до утверждения новой европейской науки слова и вещи относились, в общем-то, к одному миру, и, допустим, мир и письмо были устроены примерно сходным законом. И вот, значит, вернемся к русскому тексту, поскольку по нему удобнее следить, так как не все присутствующие, наверное, знают французский хорошо. О чем здесь идет речь? Проще всего сказать про траву, потому что это речь идет об известном латинском выражении «виртус хервой», то есть целебное свойство травы. Слово «виртус» оно ключевое для античной этики, оно же греческое «арите», и означает «доблесть». Какие слова вы точно назовете, которые производны от слова «виртус» например, в русском языке? «Виртуоз», «виртуальный», два уже слова нашли. Да, «виртуальная реальность», «виртуоз», «виртуозный исполнитель». Вот, я думаю, можно еще поислять. Вот как раз эти слова нам объяснят, в чем тут дело. «Виртус» — это, в общем-то, некоторая мужская сила, то есть мужество. Первоначально это способность смело себя повести, например, выиграть войну, благодаря смелости. Соответственно, но «виртус» приписывается растениям, то есть растения, например, тоже могут выиграть, допустим, в борьбе за человеческий организм. Что у травы есть «виртус» — то, что мы переводим как «целебная сила». Чаще всего «виртус» переводят на русский как «сила», просто, допустим, врачеб, медицинская сила или способность. Слово «виртуальный», которое появляется в позднем Средневековье, тоже говорит об этом, что нечто, что существует как сила, может потом создать некоторую самостоятельную реальность. То есть в «виртуальном» бы назвали «способность создавать реальность». И «виртус» отличается от разных слов, обозначающих возможность. Например, «поссибилитес» от «поссе» — «мочь», это от «под эссе» буквально быть могуществом. Это скорее соответствует нашему понятию о могуществе, то есть о том, что человек может что-то создать, а может и не создать. Как мы говорим, у меня есть возможность прийти, допустим, на занятия. Не значит, что я захочу прийти на занятия. А вот «виртус» — «прийти на занятия» означает, что, скорее всего, я приду на занятия, если мне чего-то помешает, хотя сейчас я еще не на занятиях, я еще виртуально на них. То есть я еще только собираюсь на эти занятия. Ну и «виртуоз», то есть тот, кто реализует свою «виртус», некую такую мощь и смелость в некотором смысле. Слово «виртус» всегда имеет смысл некоторой смелости. Слово «виртус», оно, например, ключевое в политологии Никколо Макьявелли, где он говорит «виртус», точнее в итальянском произношении «вирту» в значении некоторого качества правителя, которому он удерживает власть. То есть то, что можно перевести как «смелость», в некотором смысле даже «наглость», но то, что позволяет ему противостоять фортуне, то есть непредсказуемой судьбе. Напомню, что с классической точки зрения как бы судьбы есть два вида. Это непредсказуемая судьба, фортуна, и это предсказуемая, то есть промысел божий. И то, что промысел божий оказывается иногда непредсказуем, это связано с чем? С контингентностью в мире, то есть непредсказуемостью поведения вещей. Например, с точки зрения промысла грешник обязательно будет наказан в этой жизни или в будущем. Промысел в этом смысле постоянный. Но явления, они контингентны. Например, человеку может сопутствовать одно время фортуна, то есть какая-то добрая, случайная судьба, и он может увернуться от наказания. Какие-то обстоятельства могут еще сложиться. И вот это понятие контингентность, это то, что мы можем лучше переводить как непредсказуемость. Это одно из важных понятий средневековой философии. Контингентность, то есть непредсказуемость. Образ контингентности, это, допустим, игральные кости. Никогда не предскажешь, как они выпадут. И, соответственно, при этом тоже непредсказуемости бывают различными. Дальше, значит, земля повторяла, значит, лица отражали в звездах. Понятно, в узком смысле это говорит об астрологии. А земля повторяла небо, имеется в виду возможность чертить как небесную карту, так и земную. То есть, что одни и те же принципы служат, например, навигацией по звездам и делению с земли. Геометрия, например, обслуживает и небесный свод, и земной. Речь идет не о том, что земля мыслится так же, как небо, скажем, что и то, и другое круглое, допустим. Не только на этом уровне сходства. Но и что науки, в конце концов, одинаково будут по образцу небесных наук строиться земные науки. И в этом смысле, например, показательный пример, что в античности одно из самых таких читаемых поэтических произведений это была поэма Арата. Такой поэт был, который написал поэму, излагающую знаки зодиака и основы астрономии. Для нас это поэма очень скучная. И читатели, например, уже с 17 века, вот если брать рубеж Фуко, постоянно жаловались на то, что в этой поэме нет сюжета, нет приключений, вообще скучно это читать. Только, в общем-то, это рифмованный учебник такой. Но эту поэму читали с большим удовольствием. Почему? Потому что как бы она открывала тайны небесной жизни, а значит земной. То есть то, что звезды всем властвуют, это было так же интересно читать, как, допустим, читать сейчас про какие-нибудь там правления какого-нибудь правителя, допустим, или про жизнь замечательных людей, и так далее. Нам это представить невозможно, чтобы поэма по астрономии была увлекательной. Для нас это что-то такое из ряда вон выходящее. Тогда, наоборот, поэма Арата, вот вплоть до конца 16 века, она была еще как читаемой и еще как там ее любили. Значит, и лица, значит, лица отражались в звездах. Ну, речь идет не просто о гороскопах там, Фуко никогда не имеет в виду только какой-то частной там науки того времени, а имеется в виду и, собственно, понятие персона, лицо, как его формулирует, собственно, античность, и здесь и слово визаж, которое связано с характером. Ну, собственно, французское визаж, то есть лицо просто-напросто, оно означает, в общем-то, черты характера, и имеется в виду, что, допустим, характер человека можно было соотнести с формой созвездий. Что астрология, мы понимаем ее как влияние, вроде там влияние магнита или влияние там погоды и так далее, тогда это понималось через сходство, что, допустим, у человека есть, допустим, какой-то характер на лице. Он, допустим, выглядит, скажем, завистливым или сердито. И точно так же в звездах тоже можно сказать, что какое-нибудь созвездие выглядит могущественным или стремительным, что стрелец там, допустим, наглый и так далее. То есть речь идет об отражении характера. Не очень понятно имеется или в виду не только визаж, но и персон, то есть лицо. В значении юридического лица то, что переводит греческое просохон и то, что стало юридическим понятием паксом, в том числе во французском. То есть что самостоятельную правосубъектность. Скорее всего, речь идет именно о характерах. О том, что астрология понималась не как влияние несходного, а как наличие сходства на земле и на небе. Созвездие имеет определенный характер, определенную форму, и лицо имеет определенную форму. На лице что-то выражается и на звездами что-то выражается. То есть мы бы сказали, что и лица имели те же выражения, что и созвездия. Я бы так, допустим, это было истолковал. И получается, что мир замыкался на себе самому, имелось в виду, что можно в другой области, например, на земле, найти то же самое, что на небе. Значит, что и там, и там, в социальной жизни и в природной есть доблесть, в физике есть одни и те же явления в навигации. То есть история, допустим, определяется и конфигурацией земли, и созвездиями, то есть созвездия позволяют путешествовать, торговать и направляют историю. Там психология связана с астрономией, медицина связана с политологией, потому что виртус – это еще и политическое слово у Макеавелли и так далее. То есть вот все оказывается связано со всем, но не через такое представление о всеобщей связности влияний, а через представление о том, что есть некие вторые ремесла, науки, которые распознают знаки, и в качестве знаков могут выступать такие слова, не только слова, но и вещи. Дело все в том, что учения о всеобщей связности мира появлялись и в новое время. Ну, можно вспомнить разного рода варианты оккультизма, появлявшиеся в новое время. Ну, там Блавацкая, там, я не знаю, Рудольф Штейнер и так далее. Вот такие вот популярные оккультные авторы, которые тоже, в общем-то говоря, или там Эммануэль Сведенборг, допустим, в XVIII веке. У них тоже, в общем-то, их такая вот магически-оккультная философия, она построена тоже на представлении о том, что все вещи в космосе связаны и как-то друг на друга влияют. Но это принципиально другое, потому что там Блавацкая, Сведенборг или Блавацкая, они уже люди нового времени. Они уже трактуют как бы свою идею о том, что весь мир как-то там связан с помощью каких-то магических сил. Ну, с точки зрения там уже ньютоновской физики и других подобных наук, для которых влияют друг на друга не сходные вещи, у которых категория сходства как раз не работает. У них есть, могут быть представления не о сентиментальном переживании сходства, но не о распознании знаков. То есть, когда они, например, говорят, что, допустим, я не знаю, там, какая-нибудь там высшая аура влияет, там, не знаю, на путь человека, то эта аура мыслится как какой-то магнит там, но не как какой-то знак. Тогда здесь речь идет фактически о чем? О семиотике. Во всей этой фразе фактически говорится о чем? О семиотической работе. И все науки, науки до Нового времени мыслятся как что? Как семиотика, по сути дела. Как наука о распознании знаков. Геометрия распознает знаки, позволяет разметить там землю. Астрономия позволяет провести корабль. Медицина распознает, что там симптомы болезни, это что ж семиотика, распознание знаков. Там, я не знаю, характерология. Юриспруденция распознает, кто является юридическим лицом, а кто не является. То есть все вещи распознаются как знаки. Вот простая мысль. Дальше замечательная фраза всего лишь из трех слов. Живопись копировала пространство. Значит, la poncée émette la spas. Значит, соответственно, здесь нужно понимать, что фраза это понятно, если понимать, что имитация это мимосис, и, соответственно, как именно понимался мимосис. И опять же, здесь нужен тоже экскурс. В новое время мимосис стал пониматься, как прежде всего копирование вещей. Что есть, допустим, сосна, приходит Иван Иванович с шишкин и копирует эту сосну. И в результате восстание против мимосиса, например, авангардного искусства, было восстанием против жизнеподобия, против художника, который подменяет собой фотографа. Как обычно объясняли импрессионисты, что нельзя же живопись сводить к фотографии, к копированию вещей окружающего мира. Но если мы обратимся к оригинальным теориям мимосиса у Аристотеля или у Цицерона, что имелось в виду, что оказывается, что копируются вовсе не вещи, а что копируется, по сути дела, природа. То есть, когда художник копирует яблоко, он копирует не яблоко, а то, как яблоко возникает в природе, как оно делается готовым. И, собственно, подражание природе, я об этом все время говорю на занятиях по философии искусства, оно понималось как подражание законченности вещей, что природа производит законченные вещи, например, яблоки, и художник производит законченные вещи, то есть, например, картины, которые тоже он завершает, подводит черту. или ставит одну черту в другую, как апеллес, более тонкую. И слово пространство здесь тоже очень важно. Дело в том, что слово, французское слово espace, значит, оно значит не совсем то, что русское пространство. Русское пространство у нас ассоциируется с простором, с ширью, с такой свободой. Оно не структурировано, тогда как espace французское структурировано. Ну, вот, например, в городе Арль есть espace Ван Гог, пространство Ван Гога. Что это такое, как вы думаете? Ваша версия. Что такое пространство Ван Гога? Это не что иное, как способность посмотреть на дома в Орле или виноградники тех же точек, с которых писали с картины. То есть кафе Варли, допустим, и там отмечена точка, с которой нужно смотреть. Там стоит дощечка с репродукцией этой картины и можно сравнить реальность с подобием. То есть espace это высокоорганизованное на самом деле пространство и фактически это espace Ван Гог Варли объясняет мысль Фуко, что целью мимосиса было не воссоздание отдельных предметов, чтобы там яблоко или кафе изобразить. А это было создание того же пространства, что создает природа. Природа создает нечто впечатляющее и живопись создает нечто впечатляющее. И вот живопись копировала пространство, имелось в виду, что она действовала так, как действуют природные вещи в пространстве. Позволяла пережить их готовность, переставляла пережить их устроенность, их упорядоченность. И в этом смысле вот, допустим, сходство здесь, что мы, когда видим, что кафе в Арле почти не изменилось со времен Ван Гога, мы не просто радуемся узнаванию, а мы радуемся, что мир знаков, которые есть в живописи, может нам объяснить мир, который мы видим своими непосредственными глазами. И вот это тут Фуко постепенно ведет к одной из основных своих мыслей, что в культуре до нового времени познание знаков часто предшествовало познанию вещей, что, например, для средневекового человека было, допустим, часто, скажем, участие в производстве знаков, например, участие в литургии важнее, чем увидеть что-либо своими глазами. Это замечательные время от времени возникают споры. Допустим, Данте Олегьери видел это то, что он написал, то есть было ли у него такое-то экстатическое видение загробного мира, или он это придумывал. Но ясно, что для средневекового человека ни то, ни другое не является объяснением. Придумывать они не будут, потому что цель поэмы спасения людей, то есть она оперирует готовыми знаками. Данте говорит о том же, о чем говорит Фома Аквинский, и в общем-то довольно точно. А с другой стороны, видение, оно тоже подчиняется какой-то логике знаков, что видение это определенный эпизод внутри жития, что на определенном этапе появляется видение, и в этом смысле Данте не обязан был видеть видение, потому что сказанное в книгах для него не менее знаково, чем то, что он увидит своими глазами. Что книги, они не меньше производят смыслы, чем то, что мы получаем нашим зрением. книги, дальше как раз Фуко говорит об этом, чем отличается наше представление от тогдашнего, что наше представление это что? Это вызывает, что увидеть своими глазами, это означает увидеть некоторую достоверность, которую не могут нам передать книги. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Фуко здесь пишет и представление, будь то праздник или знание, выступало как повторение. Театр жизни или зеркало мира, вот как именовался любой язык, вот как он возвещал о себе и утверждал свое право на самовыражение. Смотрим, что здесь в оригинале и в качестве слова представление выбрано в оригинале репрезентацион, репрезентация, и ясно, что Фуко противопоставляет репрезентацию нашим понятию репрезентации. Для нас репрезентация это деятельность воображения. Мы можем силой воображения восстановить что-либо, что есть нечто, а есть то, что мы репрезентируем. Или репрезентация в искусстве, то есть реконструкция действительности с помощью воображения. При этом репрезентация понимается как нечто неповторимое, иначе это простое дублирование. Тогда репрезентация по Фуко это повторение. То есть, например, что делает строитель, например, когда сравним, как сейчас архитектор строит храм и как средневековый строитель строит храм. Для нынешнего архитектора это творческая задача. Он берет разные образы храмов, думает на какой образ лучше ориентироваться, как этот храм лучше сделать, при каких условиях он будет лучше выглядеть, и в результате как бы создать нечто неповторимое. Средневековый архитектор исходит из того, что храм должен выглядеть как, допустим, как Иерусалимский храм, или как будущий храм Нового Иерусалима в раю. Поэтому он строит храм как повторение. Конечно, на практике храм оказывается неповторимым из-за отсутствия самой модели, потому что никто не знал, как выглядит храм в Иерусалиме, тем более, как будет выглядеть храм в будущем веке. То есть, это не может быть копированием подробностей архитектурных. Но если бы мы спросили средневекового архитектора, что он придумал этот храм или он строит такой храм, каким он должен быть, то просто архитектор не понял бы, что означает придумать. Он бы сказал бы, что я просто строю тот храм, каким он только и должен быть. То есть, это было такое же нормативное решение, как разрешение математической задачи. Когда мы доказываем теорему, мы же не собираемся сделать теорему какой-то неповторимой. Мы стремимся ее доказать, как она есть. И опять же, это не имеет никакого отношения к нашему представлению обегонстве, вторичности, повторении, то есть, нехватке творческой фантазии. Здесь, наоборот, имелось в виду, что фактически творческая фантазия только разворачивается, потому что ты начинаешь действовать как Бог. Как Бог создает храм Нового Иерусалима, так и ты его создаешь. И вот театр жизни, зеркало мира, все это как раз образность вполне восходящая либо к Средневековью, либо к Возрождению. Например, зеркало мира, зерцало, это был довольно распространенный средневековый образ. Например, зерцалом правителя называлась инструкция каким быть правителем. Это как название жанра удерживалось и позднее. Например, при Петре Первом издана в России книга юности «Честное зерцало», хотя хронологически, как мы видим, рамки этой книги выходят за пределы обозначенных Фуко. Ну, Фуко бы сказал, что в Восточной Европе просто еще было некоторое отставание. И вот что такое зерцало? Получается, что это зеркало, в которое правитель смотрится, то есть сверяет свои действия с тем идеалом, который там обозначен, но одновременно это некоторый портрет идеального правителя. То есть зеркало это в двух смыслах. Это и репрезентация пользователя, но это и репрезентация идеального правителя. То есть смотреться в идеального правителя, как в зеркало. И книга остается только посредником. Это для нас необычно, потому что мы различаем, например, инструкции, примеры и различаем описание, дискрипции. И, например, когда мы читаем, допустим, «Жизнь Наполеона», мы вовсе не стремимся смотреться в Наполеона как в зеркало и вести себя так, как Наполеон. Равно как если мы читаем, например, книгу мотивационную, допустим, по этикету «Как себя вести в коллективе», мы не исходим из того, что мы станем идеальными людьми. Мы исходим из того, что мы добьемся успеха в коллективе, но не станем Наполеонами. Тогда как средневековая зерцала подразумевала и что человек усвоит некоторое нормативное поведение, каким должен быть любой правитель, и что он станет таким же, как Карл Великий или Александр Македонский. И если он не станет таким, то из-за греха, дурного характера или каких-то еще превходящих обстоятельств, но не из-за того, что инструкция в принципе не может добиться. Нельзя, читая книгу «Как стать миллионером», стать миллионером. То есть мы все знаем, что ни один человек, читающий книгу «Как стать миллионером», миллионером не стал. А вот средневековое зерцало, допустим, оно бы, конечно, сразу бы научило, если бы человек не стал миллионером, то только в силу некоторых превходящих обстоятельств. Поскольку это одновременно репрезентация и человека, смотрящегося в это зеркало, и там Александра Македонского, по образцу которого написано там «Эта книга, каким должен быть правитель». При том, что какой был на самом деле Александр Македонский, не так уж важно. Там не будет сказано, что Александр Македонский был алкоголиком на самом деле. Будет говориться, каким он был великим правителем. С нашей точки зрения это определенное приукрашивание действительности. Почему сказано там о победах Александра Македонского, но не сказано о его клиническом алкоголизме, допустим. Но для сознания, например, античного или средневекового, это говорит только о том, что интересует нас не Александр Македонский как такой вот индивидуальный казус, а он интересует нас как зеркало, как то, в чем может узнать себя идеальный правитель. Культура нового времени всегда говорит об каком-то разрыве между идеалом и действительностью, так как тогдашняя культура, которую говорит Фуко, культура слов и вещей, как раз говорит наоборот о том, что такого разрыва не существует, а всякая репрезентация, она является конструктивной. Значит, другое выражение – театр жизни. Дело все в том, что слово «театрон» греческое означает зрелище вообще, не только театральный спектакль. Это тот же корень, у какого, например, слова еще? Подумайте. Теория, то есть тоже рассмотрение. Театр, теория, то есть тело, зрелище. И поэтому театр и теория – это, в общем-то, одно и то же. И словом «театр» обозначали не только зрелище в нашем привычном смысле. Например, словом «театр» в античности и в эпоху Возрождения, когда это возрождали, называли философские дискуссии. Театром жизни называли вообще саму жизнь. То есть то, что мы скорее назовем панорамой, видом и так далее. И здесь замечательно смещение от классической культуры к культуре нового времени. Потому что культура нового времени, она тоже использует оптические метафоры. Очень хорошо. Мы, например, говорим, что это же очевидно, в значении это понятно и так далее. Но это же видно. То есть оптическая метафора для обозначения истины осталась. Но в чем различие? В том, что все эти оптические метафоры сместились из области коллективного просмотра в область индивидуального опыта. Ну, например, в XIX веке появляется немецкое слово «Weltenschauung» – «мировоззрение», подразумевающее, что есть такой театр, но этот театр получается для одного зрителя. У каждого свое мировоззрение, у каждого свой театр, который человек смотрит. А все-таки тогда этот театр мыслился как коллективный. И, например, слово «мировоззрение», «миропонимание» или «очевидность» даже люди не поняли. Очевидность, может быть, и поняли, но применительно к Богу, что Бог все знает, и поскольку Бог одновременно все видит и осуществляет промысел, то он как раз единственный, у кого все очевидно и кому все понятно. И как раз вы видите, что, как мы сказали, что репрезентация, допустим, зеркало правителя, оно одновременно и репрезентация себя, и репрезентация правителя. То же самое и в богословии, потому что что Бог получается? Он все знает наперед, все видит, но он же осуществляет промысел, то есть активно действует. То есть он и является субъектом репрезентации, зрителем в своем же театре и режиссером в своем же театре, то есть в мире им созданном. И получается, что театр жизни – это и место, где мы понимаем какие-то законы, но их и формулируем. Потому что промысел Божий понимался как такое формулирование отношения Бога к окружающему миру. Что Бог говорит – это грех, и каким-то образом там человек наказывает. Точно так же и в науке понималось как театр. Мы говорим – это природа, или это искусство. И, соответственно, как бы выносим некое суждение, приговор, и, соответственно, фактически мир действует как некая трагедия. Слово «суждение» – оно не случайно, это суд, приговор, кризис. И мы, например, говорим «выносить суждение», и не думая о том, что речь идет о суде. И, кстати, суд тоже понимался как зрелище, как театр, поскольку суд был публичным. Мы в этом театре всегда сидим. И, соответственно, важное понятие – он возвещал, вот как именовался любой язык. Ну, то есть, что имелось в виду, что, допустим, политический язык – это зеркало мира, театр жизни. Там экономический язык – это тоже. Богословский – то же самое. То есть, в богословии тоже будет Бог, который режиссер и зритель комтеатра созданного мира. В юриспруденции тоже суд будет театром, где мы устанавливаем им истину, и мы же выносим приговор. Вот как он возвещал о себе и утверждал свое право на самовыражение. То есть, возвещал о себе, имеется в виду, через это. То есть, что этот язык, любой, существовал не как система, оторванная от вещей, а как проявляющийся внутри этого считывания знаков. Для нас язык может быть отделен от вещей. Например, язык мы можем кодифицировать в виде грамматики. И мы можем рассмотреть любой язык отдельно от вещей. Допустим, изучать какой-то иностранный язык, не бывая в самой стране. Так как язык, допустим, богословия подразумевал, что это богословие уже является и активным участием. Допустим, нельзя говорить о промысле Божьем, не считывая его как-то, значит, не ставя себя в отношение к чему-либо. Он же может быть языком, допустим, политическим или общественным, учитывая, что богослов оказывается и субъектом политики, права, и могут осудить как еретика, например, или, наоборот, восхвалить как великого богослова, или как-либо еще с ним поступить. Поэтому богословский язык оказывается одновременно политическим, правовым и так далее. И опять же вопрос не в том, что богослов, допустим, сделал правильные или неправильные выводы, а в каком отношении мы можем здесь вставать ко всему этому. И вот это утверждал свое право на самовыражение. Это немножко темновато звучит без альгинала. Дра, Дхуа, Апарле, право, собственно, говорить. Это вообще, как мы говорили в своевременной лекции о Фуко, одна из важных мыслей самого Фуко. О Паррессии. То есть, где Фуко как раз возводит структуру той культуры, которую он сейчас описывает, условно говоря, классическую культуру от античности до конца 16 века, к Паррессии. То есть, право любого человека публично выступать в этом театре. К чему он возводит не только возникновение демократической политики, но и, например, возникновение науки. Что каждый человек может поставить себя в отношение к миру, начать описывать мир, а значит, создавать некоторую доказательную науку. А не сводить просто знания о мире к наблюдениям, накопленным там опытом, как в народной мудрости, там, не знаю, древнего Египта или Вавилона, или чего-то либо еще. Значит, и дальше, значит, вот Фуко фактически очертил границы этой культуры. Здесь, конечно, очень интересно, что фактически то же самое делает семиотика, которая благодарна Фуко и Фуко относит к структуралистам и семиотикам. Ну, например, есть там, допустим, отчасти вдохновленные Фуко, допустим, работы по древнерусской культуре, таких авторов, как Борис Андреевич Успенский или Виктор Максимович Живов, там, где тоже как раз методология Фуко позволяет описать, почему в древнерусской культуре было все не так. Почему, допустим, люди переписывали, допустим, сведения из книг, хотя то, что они видят своими глазами, противоречило тому, что они вычитывают в книгах. Или почему, допустим, так-то устроена иконописная перспектива. Почему, что это определенный режим такого торжественного просмотра, непосредственного предстояния Богу, а не режим той вот субъективной квалификации вещей, которая подразумевает воздушная перспектива новой европейской живописи. И в этом смысле, например, покойный Виктор Максимович Живов прямо говорил, что все его исследования по древнерусской культуре, они вдохновляются словами и вещами Фуко. И в частном разговоре я это слышал. Значит, дальше Фуко в следующем абзаце говорит, что же именно произошло на переломе от классической к нововременной культуре. К той культуре, которую можно назвать культурой модерна. И здесь мы вспомним, что понятие модерна или нового времени, оно имеет размытое начало. То есть какие-то черты модерна вообще находят, допустим, уже в раннем возрождении и, допустим, даже в купеческой культуре позднего средневековья с ее прагматизмом, с ее принципиальным там создачением на успехи и на вещественности, с ее принципиальным отсутствием каких-то авторитетов. Ну, а в некоторых случаях говорят, что окончательно только в XIX веке победила модерность, потому что даже, например, в русском или даже в восточноевропейском XVIII веке много мы видим вполне средневековых черт. А некоторые говорят о том, что какие-то средневековые черты существуют и в современной политике, обсуждают, допустим, что, допустим, переименование столицы Казахстана в Нур-Султан, это что это, средневековое обращение со словами и вещами, когда город-правитель там и так далее, это одно и то же. И когда или нет, или это там пропаганда уже сознательная, нововременного типа. Ответить, между прочим, на эти вопросы не так просто, как кажется. И, в общем-то, Фуко тратил много времени, чтобы отвечать на эти вопросы. И вот то, что, разумеется, для средневеков, сознание столица и ее правитель, и ее значение, это, в общем-то, одно и то же. То есть Константинополь называется Константинополем не то, что Константин назвал его в честь себя. Он назвал его, на самом деле, просто город. Но просто Константин основатель империи, Константинополь начало империи, они похожи, вот это то сходство, которым пишет Фуко, и то, и другое стоит при начале. А значит, если они похожи, то значит, они именоваться могут практически одинаково. Константин, Константинополь. Если мы сравним Астаной с султаном, то там похоже, что и при этом тоже город назывался Астана, просто столица. Но другое дело, что здесь появился некий учредительный документ, то есть некоторая посторонняя мира словами и вещам санкция, то есть постановление парламента о переименовании. Это говорит уже о том, что мы все-таки живем не в несколько веков назад, а в 21 веке, когда для установления этих сходств нужна дополнительная санкция, чего не нужно было в описываемом Фуко-период. Дальше Фуко пишет, нам следует остановиться немного на том моменте времени, когда категория сходства начнет сбрасывать путы своей принадлежности к знанию и, по крайней мере, частично исчезать с горизонта познания. Ну, имеется в виду, что категория сходства осталась как сентиментальная, с чего я начал сегодняшнюю нашу встречу, но перестала быть когнитивной. Сбрасывает путы принадлежности к знанию. Значит, буквально, собственно, отказываться от своей принадлежности к знанию. Тут немножко вольный перевод, при том, что перевод блестящий автономовый и визгина, значит, имеется в виду как бы такое вот отрицание принадлежности. То есть, такой вот юридический, на самом деле, термин – отречение от принадлежности. И, фактически, Фуко, здесь как бы сбрасывание пут у нас скорее ассоциируется с таким сосвободительным жестом, с бунтом, с революцией. Для Фуко важнее юридическая, экономическая и прочая терминология, то есть, отрекаться от принадлежности, как, я не знаю, допустим, отказываться от родителей, там, или от детей, там, или лишать родительских прав и так далее. То есть, что категория сходства исключается из юридического плана, потому что юридический язык обретает автономию. И Фуко подчеркивает, что в новое время вопрос о вещах и словах становится вопросом юридическим. Например, очевидность – это что? Это то, что законно. Наука – это что? Это законное знание противостоя науке незаконному знанию. То есть, юридическая топика, топика правового признания, предшествует, собственно, когнитивной топике. И вот как раз Фуко играет часто такой около юридической терминологии. И, по крайней мере, частично исчезает с горизонта познания. Ну, Фуко имеет в виду, что если в естественных науках это исчезло быстро, поскольку естественные науки приняли в качестве основного принципа модель, моделирование. А моделирование уже призывает, что сходство регламентируется, а не находится в самих вещах. То есть, мы оцениваем, насколько похожа модель, но не оцениваем, насколько похожи вещи и слова внутри модели. То, допустим, гуманитарное знание не перешло к моделированию. Оно осталось знанием по методическим, интерпретативным. И, значит, нельзя говорить о том, что категория сходства в нем навсегда или так уж быстро исчезла. Здесь, кстати, можно вспомнить о слове «метод», что первоначально слово «метод», что как раз именно в конце 16-го, начале 17-го века, это слово резко меняет свое значение. Слово «метод» — это античное слово, греческое. Первоначально означало оно способ упорядочивания материала. Ну, как мы говорим, методика преподавания, то есть, как упорядочить материал для лекции. Но вот в этот период появляется понятие о научном методе, который подразумевает, что можно упорядочить не только порядок изложения, но и порядок содержания. То есть, что правильно упорядочим сами вещи в мире, мы начнем их правильно познавать. Что, скажем, мы сначала идем от простого к сложному. Это метод. И вот получается, что риторика переносится ее метод, ее, собственно, понимание метода на вещи, но в результате наука на себя обосновывает как антириторическое, как якобы располагающее только точными доказательствами, якобы не имеющее никаких следов риторики. Хотя, на самом деле, конечно, Фуко настаивает на том, что любое знание вполне риторичное, и идеологизация знаний, например, в XIX веке, которые его интересуют в его правозащитных работах, когда, например, изоляция психически больных стала научно обосновываться, что это результат идеологической деятельности и забвения о том, как именно была устроена вот эта пара Россия, право на самовыражение, то есть публичность старого знания. Как только знание стало индивидуальным, то тогда сумасшедший превратился из некоторого носителя определенного дискурса, определенной речи, в человека, который подрывает некоторые как бы основы, некоторое разделяемое знание. То есть сумасшедший в средние века, мог пониматься, как юродивый, как одержимый, то есть вписывался в знаковую систему, как агент бога юродивого, или агент дьявола одержимый, или просто там агент природы, чтобы в нем природные силы начали так-то действовать. Но при этом, значит, никогда не говорилось о том, что он подрывает как бы общее понимание мира, поскольку общее понимание мира, общее знаковое понимание мира уже существовало. И вот, значит, как мыслилось подобие в конце 16-го или еще в начале 17-го столетия. Каким образом оно могло организовывать фигуры знания. Замечательно вот это фигурь дюсуа, фигуры знания. Дело в том, что мы привыкли, что есть выражение фигуры речи. Ну, то есть есть тропы и есть фигуры. То есть и есть фигуральная речь. Напомню, что слово фигура или схема по-гречески обязана своим происхождением танцу. Риторическое искусство сближалось с танцевальным, ну, то есть с искусством, способным приковывать внимание. И поэтому ритора сравнивали с танцором, а не обычные повороты речи с движениями танца. Ну, поэтому мы говорим обороты, повороты и так далее. Хотя, казалось бы, что общего между языком и поворотом? В языке же ничего не вертится, все строчка написана. Там никакого вращения нет. А вот балерина или балеруна, они вращаются. Вот, отсюда вот эти выражения. Повороты, обороты, фигура речи, движение речи. Хотя речь никуда не движется, она, в общем-то, из слов состоит. Именно потому, что образность бралась из танца. И вот как раз интересно, что были фигуры речи. У философии стоиков в античности появились еще фигуры мысли. И, наконец, у Фуко появляется выражение фигуры знания. Потому что ему важно передать ту мысль, которую я уже высказал. Что риторика объявляется такой исключительно частной практикой. Ну, там, нужной какому-то отдельному политику. А не некоторым принципам существования культуры. Каким она была в классическое время, когда культура и риторика, в общем-то, это было почти одно и то же. То есть способ с помощью речи упорядочить поступившие знания. И вот фигура, значит, что риторика стала использоваться как упорядочение знаний, метод. Например, физики. Что, допустим, действие и противодействие в ньютоновской физике. Притяжение и так далее. То есть какие-то простые законы, которые до этого бы описывали, например, ситуацию судебного поединка, а теперь описывают механику работы самого мироздания. И при этом подразумевается, что риторика или художественная речь заведомо ненаучна. Что область научного знания отделена от области общегуманитарного знания. Что нельзя ее описывать. Но, тем не менее, наука тоже состоит из формул. То есть из тех же схем. Но невозможно строить естественные науки, не рисуя какие-либо схемы. То есть риторика жертвует собой ради научного знания. Превращается в жалкое такое искусство саморекламы и пиара. А научное знание утверждает свою автономию, забывая, откуда оно родилось. Вот Фуко постоянно обличает эту гордость такого научного знания. Не то, что он считает его неправильным, но он считает, что оно забыло о своей археологии. То есть оно вполне правильно. Но если верно то, что сходных между собой вещей бесконечное множество, то возможно ли установить по меньшей мере те формы, посредством которых одни вещам случалось уподобляться другим? Здесь Фуко уже говорит вот об этом кризисе в конце XVI века, когда открывается большое количество новых вещей. Ну, например, понятно, что это время, когда это, во-первых, открыто новые континенты, новый свет. И, во-вторых, сама политика, риторика, философия меняются. Ну, например, появляется абсолютистская монархия, и она вызывает новые науки. Например, появляется наука камералистика, то есть наука придворная. А, скажем, новый свет приводит к появлению, например, кофеведения, науки о кофе, как его обрабатывать и как пить. Вообще ситуация конца XVI, начала XVII века, она очень напоминает ситуацию. Я все время сравниваю в своих лекциях вот 90-х годов, когда раньше был набор небольшой старых наук, там, истории, исторические факультеты, филологические, философские. А появилась там реклама, пиар, там, связи с общественностью, там, инноватика, конфликтология и так далее. То есть, опять же, происходит примерно то же самое, что и меняется политическая ситуация, то есть появляется новый политический строй. Раздвигаются, опять же, границы мира, начинается международное сотрудничество. И примерно то же самое в нашей стране в 90-е годы произошло, что произошло тогда вот в конце XVI века в Западной Европе. И в результате клынул огромный поток знаний, книг, и в результате уже затеряли старые факультеты между факультетами, там, связи с общественностью и так далее. И вот как раз он именно об этой ситуации говорит, когда вдруг в вещей оказывается бесконечное множество. Причем историки культуры иногда даже ссылаются на Фуко, даже пытаясь описывать первобытное искусство. Например, они обращают внимание на то, что палеолитические изображения, они очень жизнеподобны. А мезолитические изображения пещерные, они очень схематичны и примитивны. И говорят часто о таком мезолитическом кризисе. И часто объясняют тем, что у людей вдруг расширился горизонт их знания. Например, стали охотиться на новых животных, стали перемещаться на большее расстояние. И интеллект людей перестал справляться с огромным количеством впечатлений и стал просто фиксировать их в виде отдельных таких зарисовок, схем. И произошел распад тогдашней риторики. Когда схемы стали служить для фиксации, а не для познания мира. Схематично стали изображать быка, в то время как там палеолитический бык был изображен настолько виртуозно и красиво, что мы и сейчас им любуемся. И вот смотрите, значит, и если верно то, что сходных между собой вещей бесконечное множество, как раз это ситуация постоянного пополнения вещами, когда новый свет открыт, кофе привезли, камералистика возникла, потому что абсолютистский монарх, а там вести себя при дворе это тоже целая наука и так далее. И вот, соответственно, уже как бы ум не справляется. В результате схема и способ упорядочения вещей становится любое знание схематичным. И кофе будет схематичным, и политика схематична, и так далее. То есть распадается вот та старая риторика, на которой держалось то, что можно находить скотство между всем и всем, и словами заменять вещи, вещами слова. А non-finif, это выражение очень важно, потому что Фуко, вслед, опять же, закажевым русско-французским мыслителем, которого мы уже упоминали, видит переход нового времени, в том числе и в открытии бесконечности. Ну, то есть бесконечная вселенная ньютоновской физики, исследование свойств математической бесконечности тем же ньютоном, появление потом дифференциального исчисления Лейбница, появление понятия там бесконечно малого и бесконечно многого, которое становится исключительно предметом математического моделирования, и тоже в некотором смысле с ним не может справиться У. Потому что понятие бесконечности, конечно, было известно и до этого. Бог бесконечен, допустим, во все стороны. Но заметьте, что оно подразумевало определенную систему сходств. То есть Бог бесконечен, а человек бесконечен в каком-то отношении. То есть в чем-то похож на Бога, но не во всем. То есть, опять же, бесконечность познавалась через сходство. Так как бесконечность математическая нового времени, она ни с чем не может сравниваться. Я могу отослать книги Кожева под названием «От замкнутого мира к бесконечной вселенной». Здесь Кожев, конечно, отчасти опирался на идею Освальда Шпенглера, которого мы тоже упомянули, который считал, что в античности преобладала пластика, благодаря интуицией конечности, что античность не знала категории бесконечности. А в Западной Европе она появилась и привела, в том числе, к бесконечному прогрессу. Конечно, эта схема Шпенглера очень упрощающая. Как раз у Фуко немножко наоборот. Именно в античности была парысье, то есть такая бесконечная дерзость и желание сравняться с богами. А в новое время появляется такой культ пластики, ограниченности, такого вот индивидуального утешения античной пластикой. То есть все немножко наоборот оказывается. Ну просто, ну как всегда, Шпенглер, как такой вот консервативный публицист, ему важно было там в общих чертах все очертить. Понятно, что со времен Шпенглера, даже со времен Кайре, наука ушла там глубоко, далеко, там наука, культуре. И вот, соответственно, как раз Ламбх-Инфини намекает на вот это открытие бесконечного числа, которое бескачественное, которое в отличие от старого, как бы Шпенглер сказал, пластического числа, а Фуко бы сказал числа, которые тоже вещь, когда тройка это и троица, и там какое-то равновесие или неравновесие, и там устройство мира, и что-либо еще. Здесь же подразумевается, что, допустим, если раньше бесконечность можно было созерцать, ну, поскольку человек в чем-то похож на Бога, как написал Герман Лукомников в одном из своих стишков, «Если был я Богом, я бы много мог, но я могу немного, значит, я не Бог». То есть, вот такая вот попытка сравнивать, но заметьте, что Лукомников это делает через исключительно проявление, то есть не через созерцание самого предмета, как некого знака, а исключительно через следствие. Бог может сделать многое, я могу сделать малое. То есть, у Лукомников, конечно, человек уже нового времени, который исследует вещи по их эффектам, а не по их, в их театре, как Луком выражается. Значит, дальше, значит, в шестнадцатом веке список значений для выражения сходства очень богат. Значит, это, значит, амицития, дружба, значит, это, значит, значит, заметьте, тут, значит, «трам», он в оригинале, там не список, а «трам», семантик. Слово «трам» – это вообще довольно многозначное слово, это и сетка, и набор, но главное это значение, вот я сейчас словари смотрю, это уток, уточная нить, то есть та нить, которая позволяет шить из разрозненных ниток единую ткань. То есть здесь как раз Фуко немножко каламбурит, он имеет в виду сопоставление текста и ткани. Значит, то есть как бы семантический уток, то, чем прошивались разные понятия. И для Фуко важно, что тогда еще сохранялось вот это соотнесение мира и текста. Можно перевести плетение, сплетение, переплет понятий, тогда может с книгой, допустим, на русский я бы перевел переплет понятия, имея в виду, что у книги есть переплет, и как выражение «попасть в переплет», то есть попасть в какую-то передрягу. Но это не я переводчик, здесь перевод автономный, конечно, немножко упрощающий, и просто дается список, а не связка, переплет, там, или вот эту нить утка, то есть ходящий туда-сюда вот уток, который ткет тканью. Список значений для выражения сходства очень богат. Амицития, дружба, эквалитус, равенство, контрактус, соглашение, консенсус, согласие, матримониум, брак, соци, то есть общество, пакса, семилия, мир и все подобное. Но он цитирует словарную статью и сохраняет это и под, и подобное в статье. Консонантия, созвучие, концертус, континуум, паритас, то есть равенство, паритет. Пропорция, семилитуда, сходство, конъюнкция, связка, копула. Копула – это связка, причем словом копула обозначается и глагол, связка. Я есть студент, я есть преподаватель. Вот это копула. И ссылка идет на Григоара, на Syntaxion Artis Mirabilis, то есть состав или синтекс чудесного искусства. Замечательное название, то есть чудесным искусством, наверное, называется искусство логики или семантики, то есть которое способно производить новые значения, как бы чудом создавать новые слова. То есть создание, например, новых слов – это, бесспорно, чудо. Возникает то, чего не было раньше. Это не меньшее чудо, чем, я не знаю, создать там, вытащить зайца из шляпы, создать там, или там создать там из ничего что-то. Поэтому это искусство логики, искусство изобретения новых слов, оно Mirabilis, оно чудесное в буквальном смысле. Опять же, не в сентиментальном, оценочном смысле, о, как это чудесно, о, как это чудесно получилось, а в таком вот, опять же, конструктивном, как Фуко выражается. Дальше. Имеется еще много других понятий, которые на поверхности мышления сплетаются, шли туристы друг с другом, усиливают или ограничивают друг другу. Значит, замечательно, вот эта поверхность мышления, so false, значит, то есть, на поверхности заметьте мысли. То есть, имеется в виду, что все эти понятия, они как бы сразу находят выражение. То есть, как на лице может играть улыбка, может играть злоба, вот разного рода характер, так и здесь на лице мысли вдруг выступает сходство или дружба, что какие-то понятия похожи. Они могут друг друга там, значит, в чередоваться, усиливать, ограничивать и так далее. То есть, определенно есть категориальный порядок. Значит, и ну здесь, кстати, не сплетаются в оригинале, а просто перекрещиваются на самом деле, а пересекают друг друга. То есть, здесь это плетение перенешло из одного слова в другой. И, конечно, имеется в виду, например, пересекающиеся такие понятия, допустим, скажем, допустим, власть в значении, допустим, допустим, понятие власти и понятие, допустим, влияния. Они каким-то образом могут пересекаться. Влияние звезд, власть на Земле. И дальше, ну поскольку упорядочить это все очень трудно, Фуко говорит, пока что достаточно указать на основные фигуры, определяющие строение знания в рамках категории сходства. Таких основных фигур, несомненно, четыре. Тоже, значит, сейчас переходим на другую страницу. Значит, вторая страница. Значит, тут, конечно, слова категории нет. И он говорит про основные фигуры, эссенциальные, то есть существенные. и замечательно, что здесь, собственно, эссенция, сущность, элемент, здесь прямые намек на античную, рациональную, где сущность и элемент, это, в общем-то, примерно одно и то же. Что сущность вещи, это то, как она может существовать, независимо от других существований. существований. Значит, и дальше, значит, значит, принципиальные фигуры, значит, определяющие строение знаний в рамках категории сходств. Нет, не рамок, конечно, не категории. Буквально сказано, которые предписывают собственную артикуляцию в знании сходства. То есть, которые позволяют, буквально говоря, сформулировать, причем сформулировать не только определение вещи, но и сформулировать саму вещь. То есть, увидеть некую вещь, как некоторую схему, как некоторую формулу. Как нечто, существующее, независимо от нас и существующее, как знак, именно в своей существенности, в своей вещественности. Значит, значит, и дальше он, соответственно, дает первое, конвененция. То есть, то, что мы бы назвали бы допустим, смежностью. Но самая простая смежность, это, допустим, вот тот же характер, лицо и характер. Характер отражается на лице, он оказывается смежным с лицом. А так как характер, допустим, может быть праведный или грешный, то праведность и грешность оказываются рядом с понятием лица. лицом может быть праведным и грешным. Здесь можно вспомнить известный анекдот про Сократа, который как раз физиогном сказал, что Сократ злобный, завистливый. Ну, понятно, что такое вот лицо Сократа. Вспомните, лицо довольно малоприятное, оно не произвело никакого впечатления. Сократ сказал, а ведь этот человек прав, потому что я действительно злобный, завистливый, просто я с этим справился. То есть, Сократ справился с этим по России, то есть тем, что он стал публично проповедовать, публично выступать, и тем самым обрел некий театр, где он виден с лучшей стороны. И заметьте, что для нас театр это всегда некоторое притворство. То есть, когда мы играем роль, мы лицемерим, мы притворяемся. А вот Сократ, например, стал в этом театре играть роль, и наоборот, стал лучший. Из злобного и завистливого человека он превратился в хорошего человека, полезного всем людям. Потому что театр понимался как место по России, как место, где ты ведешь себя на публике, а значит, ты не можешь вести себя как-то плохо. И вот как раз такой пример пригнанности, что есть, допустим, по России, есть лицо, которое выступает, то есть, по России дерзость, а не пригнанно к лицу, и вот этот характер оказывается пригнанный к лицу и к по России. И по России может изменить характер. Пригнанность это противоположно нашему представлению о симуляции, о том, что вещь нужна для того, чтобы вещь казалась лучше, чем она есть, необходима определенная симуляция. Допустим, плохой человек может симулировать хорошего. какую-то вещь мы можем приспособить для наших целей. Допустим, природу мы можем каким-то образом эксплуатировать, то есть, опять-таки, каким-то образом ее сфальсифицировать, чтобы она была нужна нам. Сделать некий синтетический материал из природы, как-то ее постоянно эксплуатировать в ущерб экологическому состоянию. тогда как здесь речь идет о такой вот пригманности, о том, что, допустим, мы когда делаем, допустим, стол из дерева, исходим из того, что мы приспосабливаем дерево к функции стола, тогда бы сказали, что дерево обладает определенными сходствами, которые есть, свойствами, например, дерево твердо, а стол тоже тверд и основателен, и как раз из дерева мы можем вполне сделать стол для сходства. Есть определенная пригнанность, например, стол стоит и дерево стоит. Если бы мы считали, что деревья не стоят, а парят, допустим, корнями цепляясь за землю, то мы бы из них не делали столы, этой пригнанности бы уже не было. И вот, значит, Фуко пишет, по правде говоря, по самому смыслу слов соседствования мест здесь подчеркнут сильнее, чем подобие вещей. Соответственно, он прежде всего имеет в виду действительно пригнанность как такое вот соседство, что, допустим, значит, допустим, в природе все оказывается рядом. Дерево можно сделать столом, потому что деревья стоят рядом, и мебель тоже встает вот в комнату. Значит, и можно в результате, благодаря этой пригнанности, у Фуко подчеркивает, что в старой культуре все, что соотносится в мироздании, может быть восхвалено риторически. Например, можно написать похвалу какой-нибудь комнате за то, что она фактически похожа на лес. Причем это сходство устанавливаемое не индивидуально, потому что, допустим, символисты, они пытались тоже установить сходство между множеством вещей. Например, что жизнь похожа на лес, лес похож на собор и так далее. Как потом Мандельштамм смеялся над символистами, что у них девушка похожа на розу, а роза похожа на девушку. То есть, что это никуда не ведет, а исключительно отмечает какие-то произвольно установленные сходства. Просто потому, что у символистов это индивидуальная техника. Они не могут установить каких-то более общих законов мироздания. Тогда как, наоборот, в тогдашнем сознании, которое описывает фуков в сознании классическом условно. Эти сходства, они действительно работают. А действительно, если говорится, что собор похож на лес, имеется в виду, например, что Бог благословил лес как продуктивность, допустим, земли, и благословил людей, чтобы они приносили пожертвования на храм, чтобы тоже были щедры и продуктивны, не меньше, чем щедра и продуктивна природа. То есть, здесь будет не внешнее соответствие, а некоторое посредничество через разные вещи. Все четыре фигуры, которые Фуко раскрывает, дальше он, например, говорит о соперничестве, об аналогии и о симпатии, это все фактически риторические фигуры, более того, описывающие не только строение риторического речи, но и описывающие поведение ритора. Ведь риторы друг к другу соперничают, они симпатизируют друг к другу, они действуют рядом и так далее. Но при этом, если соперничество вы с этим можете сами разобраться, то как раз с пригнанностью нужно немножечко здесь разбираться. здесь как раз очень интересно, что такая техника пригнанности она встречалась и как раз если мы вспомним русских символистов, то, например, допустим, в поэзии Велимира Хлебникова как раз пригнанность постоянно встречается, когда и очень многие странности хлебниковской речи, они объясняются именно пригнанностью. Например, одно из стихотворений начинается весны пословицы и скороговорки по листьям зимним поползли. Почему вдруг насекомые называются пословицами и скороговорками? Именно благодаря пригнанности, что там пословицы и скороговорки, допустим, они навязчивые и насекомые тоже определенным образом навязчивые. Можно увидеть и другие сходства. По Аристотелю насекомые зарождаются самопроизвольно, ну и пословицы и скороговорки тоже являются как бы народной речью, зародившимися гущи народа. Но разница, заметьте, в том, что Хлебников, человек нового времени, и ему для его авангардной поэтики нужно было сразу несколько обоснований. То есть это весны пословицы и скороговорки можно понять и то, что насекомые навязчивые, и то, что насекомые мелкие, и можно вообще соотнести, что насекомые черненькие, а в книгах тоже черненький шрифт, и так далее. То есть как с вороным и письменным столом можно проводить много аналогий. Тогда как, допустим, если бы об этом писал средневековый поэт, то он бы имел ввиду, допустим, что насекомые, допустим, раскрывают мудрость Бога даже в мелочах, или, допустим, что промысел Божий никого не минует, и весна тоже неминуема. Что весна наступает неизбежно, она обязательно, и промысел Божий тоже касается всех. Нельзя сказать, что Бог чего-то не видит. то есть, там бы обоснование было бы другое. Значит, или, например, у того же Хлебникова, про кузнечика, говорится, что в пузо он сложил много трав и вер. то есть, вера это, сажимается, сорт травы, то есть, много сортов травы, и как бы Хлебников имеет в виду народное название какой-то веры, типа, какого-то нации, какого-то сорта, то есть, идентификацию людей через вероисповедание. Но здесь, опять же, чтобы для Хлебникова нужно произнести как бы несколько обоснований, что, допустим, вера это идентичность, что вера это что-то развивающееся, что вера она в народе, как трава везде распространена и так далее, что, наконец, вера это определенная верность, то есть, достаточно много должно быть обоснований, почему сорта травы названы верами, что вера бывает неожиданной, как и трава, тогда, когда, допустим, если бы, опять же, средневековый поэт об этом писал, то имелось бы в виду, что трава оказывается, что, допустим, трава это, допустим, то, что растет на пастбище, чем питается, допустим, верная паства, и по смежности, и по смежности, можно говорить, что паства питается верой, поскольку паства это овца, а овцы питаются травой. Допустим, такую аналогию можно было провести, она бы держалась на Евангелии, на сравнении верующих с паствой, и, соответственно, трава веры была бы вот так бы обоснована через пригнанность, что вера для верующего это ближайшее, и трава для овцы это тоже ближайшее. И здесь пригнанность имеет в виду соседство, причем это соседство нужно значит, объяснить. Собственно, вазенаш, вазан, то есть сосед, значит, и здесь имеется в виду под соседством, не только соседство в пространстве, ну, и любое соседское отношение, то есть дружеское отношение вещей. Как, например, Фуко бы сказал, что загадка и разгадка находятся в соседских отношениях, потому что разгадка сразу приходит в ответ на загадку. И что там значит, допустим, загадка там серовато, зубовато, мы угадываем, что волк. То есть, от отвлеченного описания приходим к отдельному волку, но и благодаря тому, что есть определенное соседство, что и то, и другое означает в конечном счете волка. Это оказывает соседство, например, описательного понятия волки и самого слова волк, то есть, соседство описания и номинации. Не обязательно речь идет о соседстве географическом, что, например, волка мы угадываем потому, что это животное, живущее в лесу. Иногда мы просто угадываем номинацию волк через, допустим, дескрипцию волк. Через то, что в дескрипции волк серый и зубастый, а в номинации это просто слово волк. Благодаря этому происходит передача движения, воздействие стратей да и свойств от вещи к вещи. Ну, тут здесь, конечно, нужно это пояснить, значит, и значит, что значит, сообщается буквально движение, влияние и страсти и даже свойства. Мы исходим из того, что каждая вещь обладает своими свойствами и переход свойств от одной вещи к другой он невозможен. То есть, если вещь заимствует свойства другой вещи, она меняется. В чем-то она уже становится другой вещью. Ну, посмотрим, какие примеры можно здесь привести. Общность движения. Движение это, допустим, развитие. и, например, простое развитие это, допустим, рост растения. И получается, что, например, движение растения, оно связано, допустим, с движением мироздания, тем, что солнце движется и растения тоже движутся. Сообщается движение. Дальше влияние и страсти или претерпевание. Сообщается влияние. Допустим, солнце, кроме того, что оно движется, оно еще теплое и растение тоже оно может давать тепло. Например, дерево можно топить. Оно истопится. Поэтому, даже не зная те химические процессы, которые приводят к горению как к окислению, можно говорить о передаче влияния. тепло это влияние солнца, огонь от дров это влияние дерева. Но претерпевание, пассионс, а, собственно, аффекты, по сути дела. Здесь можно сравнить с тем, что, допустим, движение солнца круговое, но и растения тоже подчинены кругу времен года. То есть претерпеванием называются любые смены. Например, смена времен года, которая приводит к тому, что одни растения вянут, а другие расцветают. И смена солнца, то есть оно постоянно меняется на небе, проходит годовой цикл. Это отличается от нашего понимания страстей и претерпеваний, потому что мы обычно страсти понимаем как нечто нерегулярное. Один раз что-то претерпели, один раз нас побили, допустим, или один раз там мы споткнулись. Любое другое спотыкание будет неповторимым, и если человек постоянно спотыкается, мы скорее скажем, что он глуп, и что он не приобретает жизненный опыт. Так как страсти в средневековом понимании, они повторяемы, и именно поэтому осуждаются греховные страсти, что они заводят человека в некую повторяемую, что если он жадный, он будет жадничать во всех случаях, если он развратный, он будет развратничать во всех случаях, и так далее. И если он там где-то не грешит, то только потому, что обстоятельства помешали этому сделать. В результате и страсти в природе они повторяемы, и те страсти, которые мы не назовем греховными, а назовем нейтральными. Они тоже повторяются. Солнце каждый день восходит, звезды каждый день вспыхивают, огонь в любом случае горит и не гаснет. То есть понимание страстей отличалось от нашего, когда мы говорим об индивидуальном аффекте, то есть индивидуальном вот таком вот претерпевании. И наконец проприяте самое сложное для нас. что же именно претерпевает это, как именно идет передача свойств. Ну здесь как раз допустим свойством, допустим скажем свойство солнца давать тень, вдруг становится и свойством растений давать тень. Вот и под конечно свойствами имеются ввиду то, что неотъемлемо от вещи, то, что мы никогда уже от нее не отнимем. Поэтому тень конечно неудачный пример. Но вот допустим свойства вечности это уже другое. И допустим солнце производя растения передает им не только свойства расти и вянуть, но и свойства быть вечными. Что они дадут семена и в этом смысле растение будет тоже воспроизводиться вечно. Поэтому хотя отдельное растение не вечно, солнце передало ему вечность. То есть то, что растение успеет дозреть, дать семена, на следующий год вырастет еще и так далее. И растение будет существовать вечно. Вот это как раз лучший пример про то, как передаются пропкеты. Вот и как раз это сходство стоит лишь попытаться его выявить. Значит, на сочинении оказывается двойственное. Во-первых, сводство места, пространства, в котором природа разместила эти две вещи, среднеподобие их свойств, так как в том природном месте, стилище, каким является мир, соседство является не внешним отношением между вещами, а знаком их, по крайней мере, смутного родства. Во-вторых, из этого контакта рождаются путем обмена новые сходства, устанавливается общий порядок, наподобие, как скрытое основание соседства накладывает сходство, которое является зримым проявлением пространственной близости. И здесь, конечно, получается, что действительно, допустим, растение, став вечным, оно приобретает какие-то, допустим, свойства, еще какие-то свойства, допустим, солнца, что, допустим, оно становится и циклично существующим, что оно оказывается, допустим, необходимым, что уже мир не мыслим не только без солнца, но и без растений и так далее. И это, нашим пример, душа и тело дважды пригнаны по отношению друг к другу. То есть, с одной стороны непространственность действительно соединены душа где-то там же, где и тело, а значит и с другой стороны душа передает свойства тела. Душа может радоваться и тело радуется и так далее. То есть, радость, она осознается, для нас радость это такая субъективная эмоция. Тогда радость мыслилась по видимости как определенное состояние уже сопряженности души и тела. что душа, тело радуется, что оно одушевлено, душа радуется, что она находится в теле и они могут вместе порадоваться общему такому здоровому состоянию души и тела. так как печаль приходит извне, как некий разлад, внушается, значит, или как результат, допустим, несовершенства тела, результат греха, что для преодоления греха нужно каким-то образом печалиться, например, оплакивать плохое состояние своей души и плохое состояние своего тела. заметим, что результатом, допустим, очень хорошо видно, допустим, это в молитвах такое отношение к соединению души и тела, как к некоторому вот такому сопряжению, как к некоторой такой пригнанности, которая не является частью субъективного самосознания. Например, в одной из молитв Иоанна Златоуста говорится или хочу, или не хочу спасти меня, Боже. Как это, мы можем еще представить, я хочу спастись, спаси, а как это, не хочу, а все равно спаси. То есть, получается, против воли, но произвивается, что как бы в сопряжении души и тела душа может капризничать. Но все равно, поскольку замысел Бога относится к спасению души и к спасению тела, то говорит некий все равно субъект. А кто говорит? По сути дела, говорит сопряжение души и тела. Потому что душа это сказать не может. Если душа говорит не хочу, значит она не хочет. Тело это тоже сказать не может, потому что оно, опять же, несовершенно и не может до конца хотеть чего-либо без души. А значит, определенное сопряжение души и тела, определенная их такая драма, определенная работа тела над душой и души над телом может сказать эту фразу. То есть, эту фразу говорит я, но это я, Это понимается не как такая точка сборки субъективности, как мы привыкли понимать, что есть некое «я», которое ощущает определенным образом свое тело, как-то переживает себя, какие-то выводы делает из своих аффектов и так далее. Это, наоборот, оказывается некоторым другим «я», тем «я», которое можно считать, допустим, ситуативным. В новое время было понятие о поэтическом или моментальном «я», так называемом, лирическом герое, то есть, допустим, когда, скажем, Блок говорит «я пригвожден к аттрактивной стойке», или «я палкой ударил ее», то это означает, что он говорит не о себе биографическом, а говорит о неком состоянии вдохновения, когда он теряет контроль над собой, то есть о некой такой мгновенной своей личности. И мы обычно говорим о таких состояниях, как состояниях измененных, состояниях сознания, состояниях экзальтации, утраты контроля и так далее. Тогда это были, наоборот, скорее состояния, как раз в которых «я» впервые артикулируется, то есть «я», допустим, представленное Богу, душой повернутая к Богу, как Пастанак сказал от Цветаевой. И, то есть, это не состояние такого «я», который исследует свои эффекты, а это некоторое «я», которое впервые может о себе сказать «или хочу, или не хочу», то есть отнестись к своим желаниям, как к обстоятельствам, как к чему-то случайному, а не как к чему-то постоянному. Для нас же постоянство мыслится только в рамках науки, именно наука изобретает некоторые постоянные и устойчивые вещи, и не оценивает, собственно, состояние тела и души, и оценивается отдельно. Именно этим объясняется, собственно, что считалось греховным, душа или тело. Обычно историки средневековой философии там и начинают рассуждать, считалось ли греховным тело, пораженное грехом, или только душа. А что же тогда говорится об искушении тела и контроле над телом, что тело надо всячески смирять, значит, тело – это зло. И в результате, пока исследователь средневековья остается на позициях таком вот новоевропейской субъективности, он не может разобраться, почему там речь идет с одной стороны о греховном теле, с другой стороны о греховном душе. Потому что грех оказывается моментом сопряжения, в каком-то аспекте оказывается греховная душа, что она не справляется с телом в какой-то греховном теле, поскольку оно несет на себе следы испорченности души и более того поддерживает, как некий отпечаток, как некий характер, как некий документ. В этом смысле греховное тело понимается не столько в том смысле, что в теле какая-то физиология соблазняет, тело хочет есть или хочет каких-то еще потребностей, а в том смысле, что тело оказывается таким документом души. Душа развратная или жадна, и тело начинает развратничать и жадничать, то есть выступать в качестве такого облегчающего документа. Но, с другой стороны, и душа тоже оказывается внутри этого сопряжения. Поэтому и оказывается, что избавиться от греха возможно при порыси, то есть выступить уже в театре. Но в отличие от античного театра перед публикой, христианский театр – это уже выступление некое перед Богом, это выступление на страшном суде. И только тогда можно сказать, что я здесь не грешил, я здесь не могу отправиться в ад, который загоняет в меня моя душа и мое тело. Так что мы увидели, что действительно читать Фуко невероятно увлекательное. Это фантастически, конечно, интересный автор, потому что действительно он фактически реконструирует саму работу культуры. Он первый культуролог, который стал исследовать не явление культуры, а сами принципы ее работы.